Красная Заря Стратегия World in Conflict Действия игры разворачиваются в 1989 году. Михаил Горбачев, наблюдая, как рушится экономика его страны и распадается союз-республик, решает прибегнуть к крайним мерам. СССР без объявления войны вторгается в Европу-Америку, причем русские не брезгуют своей ядерной мощью и наносят атаку на все западное побережье США. Силы НАТО и американская армия начинают освободительную войну, цель которой угомонить советскую военную машину. В World in Conflict не нужно строить базы или собирать ресурсы. Перед началом миссии тебе начисляют определенное количество очков, которые ты тратишь на покупку войск и ресурсов. В ходе операции многих солдат убивают, а технику взрывают, и очки, спущенные на их покупку, медленно возвращаются к тебе. Ими ты оплачиваешь вызов подкреплений. Надо заметить, что в отличие от большинства стратегий, где приходится управлять целыми армиями, в World in Conflict под руководство переходит лишь небольшое количество войск. Причем нужно сразу определиться, за кого играешь. Например, можешь руководить небольшим пехотным взводом, а можешь возглавить танковый удар. Так или иначе, в World in Conflict ты будешь чувствовать себя не генералом, а маленькой шестеренкой в журнавах войны. Выход игры должен состояться в сентябре этого года.